Нанопротез, трёхметровый лось и фортепиано из труб. Победители всероссийских молодёжных форумов презентуют свои разработки в Челябинске. Будут ли изобретатели воплощать проекты в жизни, расскажет Дарья Шведова. Валерия Старостина бьёт бумажником по водосточным трубам. Из них выходят мелодичные звуки. Этот инструмент студентка Института культуры придумала сама. Назвала трубофоном. Это аналог фортепиано. Девушка рассказывает, к деревянным доскам прикрепила вот такие пластмассовые трубы. Всего их 25. На создание инструмента Валерия потратила сутки. Помогали друзья. Мы все трубы подрезали, подбирали по звучанию. И там две октавы. Это построено как фортепиано. Чёрные, белые клавиши. Всё как на настоящем инструменте. Свою разработку Валерия презентовала на форуме в Крыму. И победила. Получила грант 300 тысяч рублей, чтобы создать больше инструментов и подарить их музыкальным школам. Сегодня о трубофоне девушка рассказывает первому вице-губернатору. Евгений Редин проводит встречи с победителями всероссийских молодёжных образовательных форумов. К примеру, таких как Таврида, который отгремел в Крыму. Там студентка Юргу Мария Иванова представила проект. Девушка предложила установить в центре мяса трёхметрового кованого лося. Эту идею она даже презентовала президенту. Одобрим, да. Конечно, одобрим. И мы даже обменялись рукопожатиями. У меня идея родилась ещё в школе, когда я выполняла научные работы. И проводила исследования по городу и исторической части города МИАС. Меня очень заинтересовал кованые элементы в оформлении города. И я решила представить вот такой арт-объект, патриотичный арт-объект, который будет символизировать агерл города МИАС. Мария приглашает первого вице-губернатора Евгения Редина на открытие памятника в МИАС, когда его установят. Заместитель главы региона приглашение принимает с поправкой, если позволит график. Внимание Евгения Редина привлекает механическая рука, которая лежит на столе напротив. Это рассказывает на встрече тоже один из проектов «Нанопротез». Победители ещё одного форума «Утро». Он недавно завершился в Нефтьюганске. Первому вице-губернатору показывают, как работает изобретение. То есть, я нафигаю руку, и, соответственно, реагирую. Можно переключать режимы, можно... В принципе, можно даже будет обожжить его самостоятельно. А я делаю часть программного обеспечивания самих? Да, сам. Разработчики говорят, «Нанопротез» 4, а то и в 5 раз дешевле зарубежных аналогов, стоимость которых достигает 2 миллионов рублей. После презентации председатель регионального отделения российского движения школьников просит Евгения Редина о помощи. Предоставить для организации отдельное помещение. Этим займутся в Минобрии, решает первый вице-губернатор. В этом году у региона, благодаря вам, благодаря каждому из вас, очень яркий результат получился. Мы впервые, вот именно благодаря вам, такое количество, во-первых, посещений форумных компаний провели, во-вторых, привезли такое количество выигранных грантов. И это нас уже, как власть, чрезвычайно радует. В этом году триумфаторами крупных форумов стали больше 40 южноуральцев. Они получили гранты на общую сумму 7 миллионов рублей. На эти деньги авторы проектов будут воплощать их на территории региона. Примеры осуществленных идей уже есть. Так, к примеру, на полученный грант в прошлом году восстановили парк отдыха в селе Кичигино Увейского района, а еще провели всероссийский турнир инженеров на базе Юргу. В завершении встречи один из студентов презентует Евгению Редину первую игрушку из своего технического проекта. Танк Т-34 и просит передать модель губернатору на память. Дарья Шведова, Иван Бредихин, ОТВ.